Всем привет-привет, меня зовут Женя Гейн и сегодня я хочу снять для вас очень интересный тег под названием Мой Инстаграм. И первый вопрос, давно ли ты зарегистрирована в Инстаграме? Так, девчонки и мальчишки, год назад я зарегистрировалась в Инстаграме, и я, если честно, вообще не воспринимала всерьез эту социальную сеть. Мне казалось, что это просто... Зачем я убедилась в обратном? Да, и сейчас у меня Инстаграм активно развивается, и мне очень-очень нравится эта социальная сеть, больше, чем ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники, Mail.ru и так далее. Мои любимые приложения для обработки фото? Мои любимые приложения это Afterlight и MaxTours, я не знаю, правильно ли я произношу, я вам покажу поближе. Два моих любимых приложения, на самом деле они очень клевые, современные, там очень много фильтров, но сейчас Инстаграм обновил свою версию, и можно настраивать, в принципе, фотки прям в самом Инстаграме, там и контрастность, и насыщенность более интенсивная, и там тени и так далее. Что тебе нравится в Инстаграме? Мне нравится в Инстаграме, во-первых, что там нет рекламы, именно всплывающих этих разных окошек по бокам. Конечно, они немного недосовершенствуют версию, там легче бы было как-нибудь вот так все листать, да. Что мне нравится в Инстаграме? Если говорить конкретно о людях, то мне нравятся люди современные, креативные, у которых собственный стиль, и за ними на самом деле очень интересно наблюдать. Я заметила, что в Инстаграме все меньше стало еды, и поэтому меня это очень радует. Как бы я раньше тоже старалась много еды своей выкладывать, что я там, я ем. Но иногда бывает очень уж интересная еда, и поэтому я, бывает, ее фоткаю, все-таки выкладываю. На самом деле сейчас доходит до того, что людям просто лень даже видео смотреть, лень читать, им легче посмотреть какую-нибудь фотку, и поэтому все сейчас сидят в Инстаграме. Считаешь ли ты нормальным, когда люди живут в Инстаграме, то есть фоткают все подряд, и единственной целью выложить в Инстаграме? На самом деле я считаю, это нормально. Бывает, кто-то не понимает нас, блогеров, тех, кто снимает видео, кто ходит с камерой, сам себя снимает. На видео мы снимаем, типа, что мы одеваемся, что мы едим. В принципе, то же самое, чем мы красимся, как мы живем. В Инстаграме люди делают то же самое, и это совершенно нормально. Я совершенно нормально к этому отношусь. На какой телефон ты делаешь фотки? Недавно в том же Инстаграме мне девочка написала, почему у тебя 4S iPhone, а не 5 или не 5S. И я написала, потому что мне пофиг, на самом деле. И девочка такая пишет, я отписываюсь от тебя. У меня есть возможность купить 100 телефонов, и какие хочешь, я не знаю, но мне на самом деле все равно. Фотографирую я чаще либо на свою четверку, либо на GoPro, либо с того же видео я выдергиваю кадры. Это совершенно меня не смущает, это не проблема, я считаю. Сколько часов ты в Инстаграме сидишь? В день я сижу, наверное, 2-3 часа в Инстаграме. Я, во-первых, выкладываю, обрабатываю свои фотографии и слежу за интересными, креативными людьми. Какие страницы тебя привлекают больше всего? Настроение постоянно меняется. Сегодня мне нравится один пользователь, завтра мне другой пользователь нравится. Конечно же, как любую девушку, меня привлекают страницы о моде, о еде. Надеюсь, вам понравился этот тег, извините за лишние шумы вокруг меня, потому что здесь все-таки бассейн. Всем спасибо за просмотр, пока-пока!